Борис Романовский. Дельта. Книга шестая. Нижний мир. Глава первая. Последняя воля. Космос. Окрестности Марса. Пятеро серебристых хаймов летели к акуле-амфибии, скрытые невидимостью. Переговаривались они мысленно. «Всю семью моего прадеда уничтожили рыбы», — рычал самый молодой из хаймов. «Дайте мне первым нанести удар». «Будем действовать по схеме тринадцатой», — холодно отрезал лидер хаймов, которого называли вторым. «Адмирал-амфибий, это опасно. Очень-очень опасно. Осторожно, с боязнью в голосе заметила девятая. «У нас оружие атлантов», — хмыкнул четвертый. «С помощью хрустальных бомб и пушек мы взорвем акулу вместе со всеми амфибиями и отправим их на дно». «Может, стоило предупредить и о планах человека?» — меланхолично поинтересовалась седьмая. «Хрустальная раса наши давние союзники. Вместе мы пережили не одно сражение». «Говори про свой род», — проворчал тринадцатый. «Я ненавижу этих хрустальных ублюдков, ненамного меньше, чем амфибий». «Поэтому твой дед нарушил договор и помог человеку найти ИИ», — издевательски хохотнул четвертый. Седьмая чуть склонила голову, кинув быстрый и тревожный взгляд на тринадцатого. «Мой дед хотя бы разумен», — процедил тот, ощутив, что на него посмотрела седьмая, но сдержался и не взглянул в ответ. «Тихо!» — погасив назревающий конфликт, рявкнул второй. «Мы приближаемся! Все молчать! Ждите моей команды!» Когда вдалеке они увидели акулу, второй приказал. «Разделяемся! Я четвертый и седьмая на духовном сдерживании! Тринадцатый — на тебе защита! Девятая — следи за ситуацией! При необходимости используй духовную способность!» «Пятеро морских коньков разделились, окружая акулу. И одновременно начали действовать, все разом вышли из невидимости. Второй, седьмая и тринадцатый распахнули рты, перед ними открылся круглый серебристый портал, и в акулу выстрелили три сверкающие сферы — хрустальные бомбы, оружие Б-класса. Четвертый открыл пространственный карман и взял контроль над вынурнувшей оттуда хрустальной пушкой, и когда бомбы оказались рядом с кораблем, выстрелил. Луч белой плазмы рассек космическое пространство, а следом, совершенно бесшумно, корабль-амфибий вспыхнул синим огнем. Ничтожество! Голубая сфера разбросала обломки корабля по всему космосу. В ее центре стояли потрепанный адмирал и его жена. Сразу же подпространство всколыхнулось. Второй, четвертый и седьмая вступили в духовную битву против амфибий. «Комета!» — мысленно сказал второй и задействовал свою силу. Пространство над ним размылось. Из него вылетела комета и врезалась на огромной скорости в не успевших прийти в себя амфибий. Но комета пролетела через сферу и развалилась на две части. В верхней руке адмирала блестел голубой меч. «Проклятые выродки!» — прорычал он. «Грязная проклятая кровь!» Он протянул к хаймам нижнюю руку, сфера закрутилась и выстрелила мириадами голубых капель. «Щит!» — тринадцатый напрягся. Его рот известен пространственной защитой и ему предстоит доказать, что не зря. Перед каждым хаймам появилась серебристая мембрана. Если бы кто-то присмотрелся, то заметил бы, что перед седьмой защита была гораздо толще, чем перед остальными. Капли врезались в щиты и отскочили. Меч! — четвертый атаковал. Пространство зарябило, сверкнул серебристый меч. Стрела! — одновременно с четвертым произнесли мысленно седьмая и девятая. Две серебристые стрелы и меч с трех сторон ударили по сфере, продолжающей выпускать капли. Астероид! — присоединился второй. Над сферой космос будто закипел. На амфибии упал гигантский астероид неправильной формы. Адмирал взмахнул руками. Нижними в стороны от себя, а верхними — над собой. Вокруг него и жены лениво потекла вода, которая лентой окружила их и направилась вверх. Медленно поток врезался в падающий астероид и расширился, разваливая его на части так легко, будто тот был слеплен из глины. Осторожно! — жена адмирала резко выставила ладони перед грудью и создала вокруг себя и мужа пузырь. Две серебристые стрелы врезались в водную ленту и исчезли, а вот меч сумел пробить защиту. Адмирал был сосредоточен на верхней части потока, потому проглядел атаку четвертого. Неудивительно, в момент столкновения с защитой серебристый меч стал невидимым. Пузырь амфибии все-таки смог выдержать атаку, но вот последовавший после этого удар второго нет. Серебристый луч, состоящий из сонма мельчайших серебристых пылинок, пробил пузырь и врезался в грудь женщины. В последний момент она сумела оттолкнуть адмирала, после чего взорвалась водной взвесью. «Эр-ра!» – прорычал адмирал, его глаза покраснели. Все четыре руки пришли в движение, из его тела во все стороны выстрелили водяные потоки, а меч превратился в кнут. Седьмая вдруг замерла. Адмирал смог пробиться через духовный заслон, атаковать ее духовной аурой и обездвижить. «Нет!» – тринадцатый телепортировался и создал сразу несколько щитов. Кнут врезался в них и разбил, но благодаря полученному времени два хайма смогли выжить. Однако тринадцатый забыл о защите остальных. Один из водяных потоков проткнул насквозь девятую, и та рассыпалась серебристыми каплями. Сверкнул еще один луч, одна из рук адмирала исчезла. «Щит! Тринадцатый!» – рявкнул второй. «Прости!» – пробромотал тринадцатый, обращаясь к седьмой. «Из-за меня погибла девятая!» «Стой!» Но было поздно. Тринадцатый телепортировался прямо к амфибии и вспыхнул серебристым светом. С этой атакой он высвободил всю свою ненависть к амфибиям, истребившим его предков. Тринадцатый пожертвовал собой, чтобы расплатиться за свою ошибку. Взрывом адмирала отшвырнуло. Он пробил насквозь кусок астероида и летел прямо на четвертого, перед которым закручивалась серебристая спираль. Духовный навык, способный перемолоть в пыль даже такого монстра, как адмирал. «Эрра!» – пробромотал амфибия, не сводя взгляда от взвеси водяных капель. Единственного, что осталось от его походной жены. А в следующее мгновение серебристая спираль уничтожила адмирала второго флота. Одного из принцев великой расы амфибий. Земля, Атлантида Кристалл умер, как и Шарлотта. Мы стояли у ямы, где лежали остатки Кристалла, и молчали. От Шарлотты не осталось ничего. Она сожгла себя, пожертвовала собой на благо будущего человечества. Знала ли она, что умрет? Вероятнее всего. С ее предчувствием смерти Шарлотта не могла не знать об этом. Она осознанно пошла на жертву. Я попытался вспомнить последние секунды ее жизни и поморщился. Ничего. Что-то странное произошло во время смерти Шарлотты. Мне резко стало плохо. Несколько секунд моей жизни стерлись из памяти. И, судя по беспокойным взглядам Адели-мамы, мое состояние их сильно встревожило. Я сжал покрепче ладонь Адель. Не такую свадьбу я желал. Мы желали. Слышались всхлипы. Многие клоуны плакали. Среди них была и моя сестра, Мейли. Она стояла в обнимку с Белой. Обе измазаны в паутине одного из пауков, но им плевать. «Шарлотта отдала жизнь», — хриплым голосом заговорил я. «Мы не должны забывать про ее жертву. Никто о ней забудет. Обещаю». До сих пор не могу поверить, что Шарлотта погибла. Кажется, что это не настоящая смерть. Она где-то здесь, рядом. Вспомнился наш разговор в изначальном мире, когда Шарлотта вела себя необычно и говорила странные вещи. Что я должен жить счастливо, что мы с Адель предназначены друг другу. Уже тогда она знала, что погибнет. После смерти Кристалла, спутники, орбитальные станции, боевые платформы и все, что было под его контролем, вышло из строя. «Сейчас во многих сферах хаос», — прошептала мама. Я кивнул, собирая волю в кулак. «Сейчас невероятно ответственный момент, бездействие очень опасно». Я отпустил ладонь Адель, облачился в доспех F и спустился в яму. На полу лежало три обугленных камушка, виднелся блестящий песок. Основное тело Кристаллу уничтожено, но не до конца. Перевоплотившись в форму Атланта, я собрал ветром все песчинки в ладони. Еще раз огляделся, вылетел и протянул маме оставшееся тело Кристалла. «Может, Вадиму это как-то пригодится», — рассеянно предположил я. «Все готово для перехвата». Нашел глазами Нацука, хмуропечатающую что-то в смартфоне. Почувствовав мой взгляд, она подняла голову и кивнула. «Тогда начинаем». Я дал команду Анишу, который не участвовал в сражении, но находился недалеко и прибыл, как только все закончилось. Мне хотелось остаться в Атлантиде, проверить все, попытаться с помощью формы Атланта взять под контроль насекомых и посетить те места острова, куда меня раньше не пускал Кристалл. Но сейчас не время, сперва надо стабилизировать ситуацию и спасти беременных женщин от неизбежной смерти. «Готови!» — Аниш открыл портал. Защита от пространственных манипуляций в Атлантиде разрушилась после смерти Кристалла. Я еще раз посмотрел на то место, где исчезла Шарлотта. В голове упорно продолжала биться мысль, что ее смерть нереальна. Но эта иллюзорная надежда лишь помогала мне справиться с потерей, закрыться и отдать всего себя нашему с ней делу. Именно с Шарлоттой мы проработали весь план, большинство идей предложила именно она. Ее жертва не должна быть напрасной, как бы банально и избито это ни звучало. Поймав встревоженный и слегка задумчивый взгляд Адель, я мотнул голову и прорычал. «Вперед!» После чего первым вошел в портал Аниша. Первое, что я сделал, проверил акулу. И к моему огромному облегчению она была уничтожена. Хаймы справились со своей задачей. И пока Советы Вольверов под предводительством мамы и деда брал под контроль все, чем раньше управлял Кристалл, я связался с Хаймами и попросил их избавиться от всех капсул намерения. «Специалистов такого узкого уровня мало», ответил мне Красный Хайм. «Завтра прибудут трое, еще трое через неделю». «О платье ты знаешь, человек. Точное количество обговорим завтра». «Да», с облегчением кивнул я. «Отлично. Ваши пострадали при столкновении с амфибиями?» «Да», сухо ответил Хайм. «Но это не важно. Мы убили амфибий, всех». «Спасибо вам», искренне сказал я. «Встретимся завтра». Первым порывом было встретиться с Шарлотой и рассказать ей все. Обсудить дальнейшие шаги. Мы избавились от Кристалла и амфибий. Человечеству пора двигаться дальше, но... «Зачем ты пожертвовала собой?» Горько спросил я несколькими прыжками, телепортировавшись к Дальмену и Холмику. Мы могли придумать другой план. На несколько секунд появилась предательская мысль. Использовать тот кусочек камня хаоса и попробовать вернуть время, когда Шарлотта еще была жива. Но я отогнал ее. Лишь в крайнем случае, если человечество будет неизбежно уничтожено, я использую этот артефакт. Я вошел в домик Шарлотты. Все строго, ничего лишнего. Деревянный стол, столик, кровать. Шарлотта была строга к себе, предпочитала минимализм почти во всем. Я остался один. У меня слегка подрагивали руки, когда я сел на ее кровать и провел ладонью по подушке. Нет больше человека, который поймет меня. Мы оба путешественники во времени. Мы оба возвращались в прошлое. Делили одну тайну, которая делала нас ближе, связывала незримыми узами. Благодаря Шарлотте я не чувствовал, что одинок. Был еще кто-то, разделивший мою судьбу. Минут десять я сидел, погрузившись в мысли. Затем вздрогнул, качнул головой. Нельзя сейчас тратить время впустую. Ситуация в мире слишком нестабильная. В любой момент могут начаться проблемы, попытки вызвать недовольство у людей или даже восстания, нападения избранных и прочие непредвиденные ситуации. Я вышел из домика. Может, захватить тело Атланта с собой? Кристалл мертв, теперь никто не мешает мне отдать Мельтиада в лабораторию. Ноги сами направили меня в сторону холма. Я понимал, что сейчас нельзя вытаскивать тело. Сделаю это позже, когда все устаканится. Но подсознательно мне хотелось побыть в этом месте подольше. Мозг искал любую причину, чтобы сделать это. Внутри холма на стесаном с двух сторон бревне лежал Атлант, а рядом с его головой простенькая шкатулка. «И что это?» — пробромотал я. «Почему-то в последнее время хочется говорить с собой вслух, чтобы слышать свой голос. Я открыл шкатулку. Внутри лежала бронзовая потертая печать в виде переплетенных стеблей с шаром на навершии и треугольным основанием. Печать стояла на сложенном листе. Чувствуя, как сердце в груди начинает стучать с бешеной скоростью, я осторожно вытащил лист и развернул его. Владислав, я предвидела свою смерть. После первой же строки я застыл, не дыша. Сила распада разрушает тело носителя. Ты должен это знать. Моя же сила была слишком велика. У меня были проблемы со зрением и сердцем, а недавно начались головные боли. Надо мной всегда висел Дамоклов меч, и рано или поздно он бы убил меня. Я видела несколько развитий нашего плана. Без жертв обойтись было невозможно, и только с моей гибелью все получалось идеально. Я осознанно пошла на жертву, желая поскорее уйти из этого мира, не терпеть боль от слепоты, от медленного распада головного мозга и внутренних органов. И я эгоистка, и сейчас докажу тебе это. У меня есть две просьбы, Владислав. Первая – эгоистичная, недостойная. Увековечь память обо мне, Шарлотте Британской. Пусть мое имя, мой образ останутся в истории Солнечной системы. Пусть меня помнят как героиню. Хорошо? И вторая просьба. Живи счастливо, пожалуйста. Возглавь человечество. Обеспечь ему безопасность. Не дай сгинуть, как это случилось с тысячей других миров. А я тебе помогу, чем смогу. Каждый из клоунов получил письмо от меня. Я призвала их присоединиться к тебе, стать частью синдиката. Это выбор каждого, но надеюсь, что многие прислушаются ко мне. Свою долю акций и все свое имущество я переписала на тебя. Воспользуйся этим для усиления своих позиций. И последний мой подарок – печать изначального мира в шкатулке. Не спрашивай, как я ее достала, не расскажу. Используй ее, чтобы получить доверие Хаймов. Сделай их своими верными союзниками, Владислав. И ничего не бойся. Даже после смерти я продолжу защищать вас. Прощай. Та, кто погибла четырежды, Шарлотта, Британская. Несколько капель упало на лист бумаги, расползаясь темными пятнами. Я сразу же отвел руку с письмом Шарлотты подальше, чтобы не испортить его. И только потом понял, что эти капли – мои слезы. Как она достала печать! Пробромотал я, вытирая глаза. И правда эгоистка. Мы бы нашли способ, как вылечить тебя. Не могла потерпеть чуть-чуть, что ли? Закрыв глаза, я несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул. Сложил письмо Шарлотты и убрал в карман. После чего взял шкатулку и вышел из холма. Мимолетная слабость прошла, сменившись твердой решимостью действовать. Я выполню обе просьбы Шарлотты. Увековечу ее имя в истории. Ее запомнят как одну из самых значимых личностей в нынешней эпохе. Как сильнейшего эвольвера человечества. Как тот, кто придумал план освобождения от кристалла. Как девушку, пожертвовавшую жизнью ради общего блага. Я не позволю ее жертве кануть в лету. Человечество будет процветать. Обещаю.